Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В самосате Западной Армении нашли восьмитонный каменный артефакт римской эпохи. Никол Пашиня встретился с Си Циньпином. Министр обороны Арцаха обсудил с представителями информационной сферы Армении вопросы сотрудничества. Встреча с Путиным была эффективной. Помпео. Армянская община будет пользоваться последовательной поддержкой государства, президент Асад. Хеменеи война с США не будет. В США Армению назвали самой пилительной страной в мире. В провинции Кахта региона Самосад Западной Армении найдена каменная глыба, на которой надписи датируемой римской эпохой. По мнению экспертов, выгравированная фигура, на которой видны мужчина и женщина, символизирует разлучение супругов по причине смерти. Гигантский камень был доставлен в музей Самосата с помощью крана. Прибывший в Китай с рабочим визитом премьер-министр Армении Никол Пашинян с 14 мая встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Циньпином. Как сообщили новости Армении, Ньюс Эйем в пресс-службе правительства республики в ходе встречи лидеры двух стран обсудили ряд вопросов относительно армян-китайских отношений. Си Циньпин, в частности, подчеркнул, что его страна придает важное значение продолжительному развитию отношений с Арменией в различных сферах. Он также напомнил о прочных армяно-китайских культурных и исторических связях, добавив при этом, что итогом всего этого является и нам известный шелковый путь. Мы хорошо знакомы с армянским народом. Нам известны имена Арама Хачатуряна, Артема Микояна, Ованеса Туманяна. Нас объединяют общие цели сотрудничества цивилизаций. Нам хорошо известны значимые исторические события, связанные с Арменией. Уверены, что в будущем должны быть исключены трагические события, имевшие место с армянским народом, заявил глава КНР. В свою очередь, Пашинян поблагодарил Си Циньпина за приглашение принять участие в форуме «Диалог азиатских цивилизаций». Отношения с КНР входят в число приоритета внешней политики Армении. Наши народы являются представителями древних цивилизаций. В армянских манускриптах еще V века описывается связь двух народов, отметил глава Кабмина Армении. Собеседники сочли перспективным и сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт, энергетика, информационные технологии, инфраструктуры, образование и другие. Они договорились обсудить шаги по дальнейшему сотрудничеству на уровне ведомств. В ходе встречи Си Циньпин и Никол Пашинян обратились и к Карабахскому конфликту, отметив, что он должен быть урегулирован путем диалога. Министр обороны Карабаха, командующий армией обороны НКР, генерал-майор Карен Абрамян 14 мая принял представителей информационной сферы Армении во главе с руководителем ГНКО Центра общественных связей и информации аппарата премьер-министра Армении Ованеса Муфсисяна. Как сообщили в прислужбе Министерства обороны Арцаха, в ходе встречи были обсуждены вопросы военной информации и информационного противодействия пропаганде противника, дальнейшего углубления сотрудничества между государственными и соответствующими армейскими структурами и также другие. Госсекретарь США Майк Помпео назвал продуктивными переговоры в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что тот очень хорошо знает проблематику двусторонних отношений, передает РИА Новости. «Мы хорошо поговорили. Он был полностью вовлечен в дискуссию. Он, очевидно, знает эти вопросы очень-очень хорошо, и поэтому мы смогли быстро перейти к контексту и конкретным компонентам различных элементов отношений», отметил Помпео журналистам. Его слова приводят в пресс-службу Госдепартамента. Переговоры Путина с Помпео продолжались около полутора часов. Стороны, в частности, обсудили международные вопросы, включая конфликт в Сирии и иранскую проблему, а также возможность встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что какого-либо порыва во взаимоотношениях России и США по итогам встречи не произошло. Однако настрой американской стороны он назвал деловым. Президент Сирии Башар Асад на встрече с католикосом Великого дома Киликиского Арамом I призвал покинувших Арабскую республику в годы гражданской войны армян вернуться в свои дома. Об этом передает сирийское государственное информагентство САНА. Встреча состоялась накануне 14 мая в президенции Асада в Дамаске. В ней участвовали представители армянской общины Ливана и Сирии. Асад призвал сирийских армян, покинувших страну из-за течения обстоятельств, поскорее вернуться восстановить свои дома и рабочие места, заверив, что армянская община будет пользоваться последовательной поддержкой государства. Говорится в опубликованном на официальном сайте Великого дома Киликиского сообщении. Армяне всегда были надежными, любимыми и трудолюбивыми гражданами Сирии, внесшими позитивный вклад в прогресс страны, отметил президент Сирийско-Арабской республики. Войны США не будет, заявил духовный лидер Ирана Айатолла Али Саид Хаменеи, отметив, что сопротивление является единственным выбором Ирана. По его словам, военного противостояния не будет, поскольку ни Иран, ни США не стремятся к войне, потому что американцы знают, что война не принесет им пользы. Хаменеи заявил, что в результате угроз со стороны США ненависть иранцев к США возросла более чем в 10 раз, добавив, что иранские вооруженные силы более подготовлены и бдительны, чем когда-либо. Одна из крупнейших в США онлайн-платформ о путешествиях Matador Network опубликовала на своем сайте статью под названием «Армения – самое пленительное место, которое вы можете посетить этим летом», о достопримечательностях и отдыхе в Армении. История Армении полна тайн и загадок. Ее невозможно отнести ни к Азии, ни к Европе. Именно она стала первой в мире страной, принявшей христианство на государственном уровне. Кафедральный собор Ичмиатина, который был построен в 303 году, по сей день повествует историю мирового христианства, пишет издание. В статье рассказывается об армянских древних храмах, монастырях Гегарты-Татэ, в природных красотах страны, а также о вековых традициях ковроткачества. Отмечается также, что у армян одна из самых древних кухонь в мире, а многие армянские традиционные блюда можно отведать и сегодня в самых разных заведениях республики. На сегодня на все. Далее мы представим вашему вниманию Нубар Пах Дюркука. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!